Этот ролик я адресую прежде всего тем людям, которые находятся на переходе от традиционного питания к более естественному. И прежде всего это, конечно, мои клиенты. Сегодня мне придется воспользоваться импровизированной доской по типу того, что бывает в школе на уроках. Но настоящей доской я еще не обзавелась. Думаю, что это, наверное, впереди. Поэтому сегодня буду вот так на листочках вам показывать, когда и как есть фрукты. Как известно, фрукты это самая естественная еда для человека. Я думаю, что со мной не будут спорить, потому что в основном зрители, которые смотрят мой канал, это все-таки в основном люди, которые уже что-то понимают в натуропатии, что-то понимают про естественное питание. Во всяком случае, они уже задумались о том, насколько вообще их традиционное питание, которое у них присутствовало всю их сознательную жизнь, насколько оно вообще отвечает принципам здорового образа жизни. И когда человек задумывается именно о своем питании, о том, не пора ли его изменить, вот такой человек обращается ко мне, и мы с ним вместе начинаем ломать стереотипы, рушить шаблоны. И самый главный такой миф и заблуждение, стереотип и шаблон, это то, что фрукты являются дополнением к пище, неким десертом, неким развлечением, что-то просто погрызть между телом. Я категорически против такой установки. Фрукты являются, по моему глубокому убеждению, и не только по моему глубокому убеждению, фрукты это наиболее естественная еда для человека. Так давайте все-таки решим вопрос, как внедрять фрукты в рацион, как их вообще кушать. Для того, чтобы мне это наглядно вам объяснить, мне придется воспользоваться своей импровизированной доской. Я нарисую довольно символично желудочно-кишечный тракт человека. Ну, предположим, это рот, это пищевод, это желудок, и дальше пошел кишечник. Ну, как известно, кишечник очень длинный, занимает довольно большую область живота, и заканчивается он анусом, то есть выводом кала. Итак, человек проснулся утром, встал с постели, и, как правило, первое, что делает человек, это идет в туалет и опорожняет свой кишечник. Ну, как правило, это считается нормой, и это действительно на самом деле хорошо, потому что начинать новый день лучше всего с легким кишечником. Ну, предположим, что у большинства людей именно так и происходит. И когда человек опорожнил свой кишечник, все это вывалил в унитаз, кишечник у него более-менее чистый, относительно свободный, не говоря уже и о желудке. Желудок тоже абсолютно свободный. То есть получается, что весь ЖКТ, весь желудочно-кишечный тракт свободен и готов к приему новой пищи. Какая пища должна поступить в наше ЖКТ первой, в первую очередь? Логично предположить, что первой должна поступить та пища, которая имеет наиболее короткий период усвоения и переваривания, и выхода. Именно таким продуктами являются фрукты. Фрукт – это продукт, который переваривается в желудке и уходит в кишечник буквально за 30-40 минут. Если вы когда-нибудь ели на голодный желудок яблочко, апельсин или мандарин, вы знаете, что довольно быстро после того, как вы съели фрукт, у вас наступает чувство голода. Это означает, что фрукт покинул желудок, и ваш желудок готов к приему новой пищи. По кишечнику фрукт проходит тоже довольно быстро, потому что в нем нет тормозящих факторов. Тормозящий фактор – это прежде всего слизь, это отсутствие растительного волокна. Такими продуктами, которые сильно тормозятся в кишечнике, являются животный белок, крахмалистые, мучные продукты. Поскольку фрукт является продуктом, который совершенно не образует слизи, в организме, то он проскакивает через ЖКТ очень быстро. То есть весь путь фрукт может проделать, если кишечник свободен, фрукт может проделать весь этот путь очень-очень быстро, если ему ничто не преграждает дорогу. Таким образом, фрукт отдает все свои полезные вещества в организм, быстро выводится и не оставляет никаких неприятных побочных эффектов. То есть человек таким образом получает максимальную пользу от фрукта. То есть логично напрашивается вывод, что в первую очередь должен поступить утром в организм именно фрукт. То есть человек должен с утра съесть фрукт на завтрак. Что происходит, если человек в первую очередь съедает, предположим, бутерброд? Ну, с маслом и сыром, ну или еще хуже, с колбасой. Бутерброд является пищей, которая переваривается долго, во-первых, потому что это не растительная пища и организму требуется гораздо больше времени на ее усвоение. Кроме того, по кишечнику такая масса идет тоже довольно долго и образует слизь. А если образуется слизь, то пищевая масса еще дольше задерживается в кишечнике, потому что эта слизь имеет клейкую консистенцию. То есть, по сути, пищевая масса приклеивается к стенкам кишечника, и поэтому продвижение ее затруднено. Если такая пищевая масса в виде бутерброда с чем-то поступила в желудок, а потом в кишечник, то скорость прохождения будет очень маленькой. Предположим, вы решили съесть какой-то фрукт, предположим, мандарин, и съели его после бутерброда. Что происходит с мандарином? Теоретически, он должен покинуть желудочно-кишечный тракт очень быстро, но он не сможет этого сделать, потому что на его пути будет бутерброд. Ну, уже, естественно, в расщепленном виде, но тем не менее, эта масса будет довольно липкой и клейкой, и она будет очень медленно продвигаться. Мандарин движется быстро, и вскоре он настигнет этот бутерброд. И вместо того, чтобы пройти дальше по кишечнику, мандарин застрянет возле бутерброда, а если фрукт застревает надолго в кишечнике, то он начинает бродить. Это известное свойство кислых и сладких плодов, что когда они попадают в теплое, влажное место и задерживаются там дольше, чем предполагалось, то фрукт будет бродить. Но если бы мандарин бродил сам по себе, не затрагивая бутерброд, то это было бы еще полбеды. Но дело в том, что когда эта пища соединяется, то процесс брожения затрагивает, в общем-то, весь пищевой комок. То есть получается, что весь пищевой комок находится в бродящем состоянии и идет дальше по кишечнику в бродящем состоянии. То есть идет и бродит, идет и бродит. И после этого человек удивляется, почему у него пучит живот, почему у него газы. А поскольку бродящая масса на протяжении всего кишечника оставляет свои следы, а именно слизь, то получается, что весь кишечник на всем своем протяжении остается загрязненным. Слизь – это главное загрязнение, которого мы должны избегать на этапе перехода от традиционного питания к естественному. Употребляя фрукты после какой-то более плотной и тяжелой пищи, мы провоцируем образование слизи в своем кишечнике. Вот в чем основная проблема. Рассмотрим, как же правильно поступить. А правильно поступить будет следующим образом. Давайте разобьем ваш день на количество приемов пищи. Допустим, первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Предположим, что на первый завтрак вы съедаете фрукт. В виде зеленого коктейля, или в виде фруктового салата, или просто в виде фрукта. В любом варианте. Вы съедаете фрукт, и далее позвольте этому фрукту быть и желудка проникнуть в кишечник, и уже после этого на второй завтрак, на обед, на полдник и на ужин вы можете уже есть любую другую пищу, которая у вас по программе. Но фрукт должен пройти в одиночестве, да? В одиночестве по кишечнику. Никто не должен его догнать. Его не догонит каша, его не догонит ни животный белок, ни винегрет. Никто не догонит ваш фрукт. Он свободно выйдет из кишечника, и он не даст никому забродить. Он и сам не забродит. Не создаст условий для брожения чего-то другого, потому что другого там нет. Проходит какое-то время, и вы продвигаетесь дальше в своей программе питания, и вы принимаете уже и на второй завтрак фрукт. Тоже неважно, в каком виде это будет, в виде просто фрукта или коктейля, или смузи, или салата, это абсолютно неважно. И тогда следующие приемы пищи, обед, полдник и ужин, пусть будет любая другая еда, пусть это будет животный белок с салатом, щеткой, пусть это будет какая-то каша, соки, орехи, все, что у нас запрограммировано, запланировано. То есть, опять же, потому что фрукты должны свободно выйти, и чтобы сзади никто их не догнал, и никто не дал им пинка под зад. Когда вы становитесь таким, скажем, продвинутым пользователем программы перехода на естественное питание, вы можете уже и в третий прием пищи в обед включать какой-то фрукт. Это, кстати, может быть не обязательно фрукты, это могут быть просто плоды, те же помидоры, огурцы в сыром виде, кабачки, тыквы, все их тоже можно отнести к категории фрукты или плоды. И только после этих трех приемов вы подключаете какую-то вареную пищу, тяжелую пищу, животный белок или что-то из молочной продукции, и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что суть понятна. Если вы переходите на более естественное питание, не делайте себе смешение основной еды с фруктами в течение дня. То есть, не надо эти фрукты рассовывать по разным приемам пищи, перемежая их с другой едой, с животным белком, с картофелем, с кашей, с овощами термически приготовленными и так далее. Фрукты могут сочетаться только с овощами. То есть, если вы скушали фрукт, то вы можете в этот же прием пищи скушать только сырые овощи. Сырые овощи. Больше ни с какой другой едой фрукты не сочетаются. Ну, я думаю, что эта схема понятна. И теперь вот такой часть встречаемый вопрос. Можно ли сочетать фрукты друг с другом? Существует якобы мнение, что если несколько фруктов съедаются в один прием, то якобы они не усваиваются или плохо усваиваются, или организм как-то плохо на них реагирует. Здесь я могу сказать вот что. Если ваш организм научился усваивать картошку с котлетами или булку с сосиской, то уж два или три фрукта он точно усвоит, он разберется, как ему их переварить, какие ферменты выделить. И эта задача будет намного более легкой, нежели усваивание картошки с котлетами или булки с сосиской. Поэтому не стоит искать сложности там, где их нет. Лучше просто поворачиваться лицом к более естественным продуктам и вводить их в свою жизнь постепенно. О том, что нельзя переходить резко на естественное питание, об этом уже очень много говорилось и писалось. Поэтому в данном ролике я не буду поднимать эту тему. Возможно, это будет тема других видео. Но вот в сегодняшнем видео я просто рассказала о том, как нужно вводить фрукты в свое питание, которое является переходным от традиционного к естественному. Всем удачи на выбранном пути! Ваши баячи!